Nexus 4 сегодня у меня модель LG E960 разбитый тачскрин никак не реагирует будем менять сборный модуль так он выглядит дисплей тач очень хорошего качества так забираем телефон снимаем два болта снизу снимаем верхнюю крышку sim-карту таким способом сняли крышку снимаем панель сзади и 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 Болты все одинаковые сверху. Данная модель работает на версии Android 4.2. Очень четкий дисплей у данного смартфона, 4,5 дюйма, 4,7, 4 ядра, хороший надежный телефон. Недавно я показывал в своем видео пятый, последний Nexus. Итак, скрутили заднюю панель. Снимаем. Еще один болт забыли. Разъем тачскрина, дисплея. Сейчас мы с вами сразу проверим. Новый дисплей. Соединяем. Вроде бы все работает. Экстренный вызов. Кнопки все работают. Нижние тоже. Выключаем смартфон и спокойно меняем. И так, больше снимать ничего не надо. Вот эту вот часть платы можно просто чуть-чуть приподнять. Не надо ее снимать. Сстегните разъем камеры. Вот так приподнимите, чтобы разъемы можно было вытащить. Точно так же всунуть новое. Включайте фен. Я грею при температуре где-то 400 градусов. Греем по периметру. Греем по периметру. Достаточно быстро меняется сбором модуль на этой модели. Да и на последней тоже. Занимает порядка 10-15 минут. С проклейкой. Со сборкой. Я думаю, достаточно. Что-нибудь как можно острее. У меня такая лопатка вот здесь. Острое. Стекло очень прочное, каленое. Сидит на силиконе. Вот уже у нас сломали двусторонний скотч. Нагреем посильнее. Сидит на силиконе. Сидит на силиконе. Очень прочный. Тяжело снимается конечно. Дальше уже проще. Вдеваете экран. И вот таким образом с боковины его снимаете. на силиконе. Давайте прогреем еще наверху. со стороны платы отодвиньте ее немного, чтобы шлейф свободно вырос. все можно вытаскивать. Очищаем поверхность посадочную. от старого силикона. от грязи, которая постоянно попадает в пазы. поверхность должна быть идеальной. итак удалили грязь, подготовили поверхность. Давайте проклеим тач, потому что он у нас не проклеен. таким двусторонним скотчем. Приятное, два часа. Приятного аппетита! Смотрите продолжение в следующей серии. Боковую часть. И последнюю верхнюю. Смотрите продолжение в следующей серии. Боковую часть. 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 приклейте ее обратно вот сюда так начните вставляйте вставляем дисплей начинаем с верхней части вставляем разъемы в отверстие немного приподнимите плату чтобы разъемы полностью влезли вот они видите у меня загибаемых сразу отпускаем плату и что-то не встали на место и далее уже весь дисплейный модуль прижимаем по своим пазам не должно быть никаких щелей отверстий зазоров вот он у меня сел застегиваем камеру разъем внизу наушников остался у нас внутри застегиваем внизу наушников камеру дисплей ставим верхнюю панель закручиваем включаем телефон у нас экран загорелся в общем то это все у нас осталось собрать заднюю панель одеть крышку закрутить два финальных болта ставить слот сим-карты в принципе на этом все минут 15 у нас ушло на все достаточно простой процесс очень важно дисплейный модуль посадить на рамку без зазоров без щелей для этого необходимо иметь хороший двусторонний скотч или силикон специально для этих целей надеваем крышку слот сим-карты все друзья всем спасибо за внимание это был оптимус 4 подписывайтесь на наш канал до новых встреч до свидания